всем привет из прохладного города мэйсон штат мичиган находится 80 миль от детройта стою на разгрузке блин с фурами вот это жду капец я не знаю может пару часов буду сейчас стоять решил записать видосик кстати разгружая от палеты здесь все видите какие-то такие установки у меня просто пустые 12 палет который я провез 800 так вот решил заснять видео то сколько же я заработал денежек за первый месяц работы на бакс траке вы мою машину уже видели на видео до этого скажу что это моя первая работа в сша до этого опыт у меня был два года работы с сша я работал в киеве диспетчером в американской фирме в принципе в этой же фирме я работал в украине я никогда не работал максимум я проехал за жизнь тысяч пять километров но я проехал в киеве в пробках то есть после даже такого небольшого опыта мне не сложно даже очень легко кататься по американским дорогам тем более я выучил правила досконально знаки кататься довольно легко даже без опыта то есть чтобы вы понимали у меня никакого опыта нет каких-то связей тоже нет хоть и по знакомству мне быстро работа досталась но вы спокойно загуглите в интернете работа на тентовом бакс траке и вам там три компании как минимум выдаст звоните устраивайтесь и работайте и так давайте перейдем к моему инвойсу я прикрыл там не нужную информацию адрес вот только вся информация вы видите заработок 1561 она на самом деле он 1661 каждый месяц снимается депозит 100 долларов депозит это как бы гарантия компании что если что-то случится с траком этот девозит у вас заберут если страхом все будет нормально то после увольнения через один месяц вам возвращается это депозит депозит начисляется до тех пор пока не будет 1000 долларов каждый месяц то есть у меня буду каждую неделю снимается по 100 долларов вот столько миль я проехал 3589 за первую неделю правда говоря я 784 мили еще проехал с братом то есть я работал по факту на половину зарплаты 780 миль вот такие грузы с оклахомы вагаю гая пенсильвания короче не особо интересно за что еще кстати платится за layover и за простой платится 50 долларов почему полтора дня потому что опять же с братом если у нас простой был с братом то по 25 долларов на каждого но это теме в теме я крайне не советую это невыгодно также бонус увидите 150 мне дали бонус за 100 долларов за директ я сделал один либо два директа точно не помню ну там где-то 2000 ехал почти без сна там три часа поспал 1200 проехал вообще без сна то есть довольно сложный миле но я сделал мне спать и 100 door а что за что еще 50 это за хороший расход топлива но забудьте это вам бонус такой не будет даваться мне один раз только дали потом его убрали короче думали думали один раз заплатили бонус больше такого бонуса не будет у меня и у вас скорее всего также но опять же можете просить и тут надо иногда выпрашивать все бонусы я выпрашивал вторая неделя опять же добавляем 100 сюда потому что смотрите 1500 плюс 50 плюс 100 плюс 25 можете сейчас на калькуляторе посчитать а если впадло то будет 1713 просто минус 100 долларов это депозит который повторюсь возвращается через месяц как вы уволились если с машиной все будет в порядке если не в порядке то вы из вас просто снимут ну депозит тут вы когда берете машину в аренду вы депозит какой-то носите то есть машина дорогостоящая она стоит десятки тысяч долларов понятно что какая-то минимальная гарантия должна присутствовать да и я скажу она действует так чтобы водители просто аккуратно ездили и не убивали машину я аккуратно еще мне не выгодно что машина ломалась так 2 неделя груз с нью-йорка на калифорнию то что вот эти даты видите они всегда правильно потому что я могу взять груз 29 числа в одну неделю а у меня разгрузка во второй неделе то есть надо ты не совсем корректно смотреть то есть ну я же не работал здесь четыре дня здесь ровно за семь дней была оплата проехал я завтра у неделю семь дней 3844 мили скажу я вам что по ощущениям я могу проехать и 5000 каждый каждую неделю меня к сожалению не грузят компании не всегда выгодно чтобы машина убивалась им выгодно чтобы дорогие грузы брались один день хвоевара 50 бонус за директ ран 100 и бонус за еще прошлую неделю не досчитали там еще был один простой с братом 25 третья неделя груз там техас в колорадо юта аризона калифорния калифорнии принципе это один груз был с куча дропами мне груз крайне не понравился потому что мне грубо говоря три тысячи там ну 3600 получилось потому что масла какие-то еще заезжал менял плюс до пикапа но 3600 миль на неделю но это фигня реальная два дня просто ничего не делая за два дня еще мог проехать 1600 миль и меня было больше 5000 и заработал бы больше денег мне это конечно не нравится я заработал скажем неплохие деньги для как бы для начала плохо жаловаться но когда ты можешь больше почему не заработать больше так вот один день layover асист анлоудинг кстати вот здесь на грузах было где-то 3 точно груза где я об одном грузе самостоятельно две палеты разгрузил коробок а две drive assist у меня был то есть мне 25 долларов за ручной drive assist заплатили за каждую то есть 250 выходит и еще 50 долларов за то что я самостоятельно разгрузил две палеты и занес причем женщины в гараж этот груз итак четвертая неделя техас колорадо невада а его сделал неплохие мили лучше конечно чем другие чем до этого 4100 миль получилось но опять же по ощущениям ну блин дайте мне больше работать я иногда я даже не чувствую что я работаю и зарабатываю при этом гораздо больше чем украине зарабатываю я и зарабатывают другие люди реально 5000 да даже есть я знаю человек который 6000 миль сделал вы если не верите что пять тысяч шесть это нереально вот мой брат за прошлую неделю сделал 5300 миль есть минусы он ездил не постоянно короче один день допустим он простоял а потом тупо директом хрен начал и это конечно сложно но он сделал 5400 мили получил свои там 2200 долларов на секундочку за одну неделю а я получил 1600 видите просто 600 долларов разницы так вот один день лайовара и релоудин сломался large straight было довольно сложно я во первых разобрал бог во вторых стал боком к тому трейлеру в третьих три палеты мы вручную с человеком толкали с собственным весом выталкивали с одного трак во второй не нелегкая работа была но но реально все получилось заплатили вот 75 долларов хотя запрашивала 100 потому что работа действительно была тяжелая то есть вручную три палеты без фраклифта без пола джека просто толкать поэтому полу без стрепа в руками вдвоем это затолкали все так 4100 миль депозит также сама то есть не забывайте 1767 миль я 1767 долларов я заработал минус 100 долларов депозита который опять же вернется все расписал на листочке что было наглядно то есть вы видели вот столько я в неделю заработал столько я проехал миль я не расписывал сколько лаёвар и вы это уже все видели столько я проехал миль за 28 дней если поделить на 28 множить на 30 то есть сколько я за 30 дней проехал все таки же месяц и 30 дней согласитесь полном месяце так вот за 30 дней я бы проехал 1620 боже мой 16280 миль давайте сначала с денег начнем я заработал за 28 дней то есть за четыре недели то они это из 6755 долларов но опять же это не полный месяц за 30 дней я бы заработал 7237 долларов и 50 центов вот я поделил на 28 столько я бы за день с этим заработал скажу что где-то из всего месяца ну 28 дней что я отработал я просто отдыхал дня ну дня 4 точно я стоял плюс каждый день я высыпаюсь понимаете что ну работа не такая-то и сложная кстати здесь я перевел в гривне по текущему курсу гривна 2689 вот столько 194 четыре тысячи почти грубо говоря 200 штук гривен я заработал чистыми до уплаты налогов налогов я думаю я заплачу процентов 10-15 с этой суммы в рублях интересно я зарабатываю больше полумиллиона рублей каждый месяц курс вот google мне вот такой 75 выдал хотя я недавно смотрел 72 бешеные у вас русский курс конечно вот герб смотрите какой я изобразил украинские слова украине сала украине русский вот такой черт какой-то получился но такой-то у вас гербин ребята еще просто по приколу вот страны там я думал берал беларусь дядь грузию казахстан учета казахстан захотелось пообщался с подписчикам с казахстана вот давайте с казахстане у них к тенге у них вообще курс блин как в зимбабве 433 блин тенге казахстанских вот такой идеально перерисованный герб казахстана и в казахстанге тенге я в месяц зарабатывают три миллиона ваших валюты я блин за один месяц становлюсь просто мультимиллионером в казахстане и мое а за два месяца я рублевый миллионер в россии понимаете ну конечно на самом деле 7000 долларов не такая большая сумма в сша чтобы жить здесь хороший дом стоит 300 а то и 500 тысяч долларов хорошая машина стоит от 50 тысяч долларов то есть эта сумма она маленькая и я могу зарабатывать больше вдумайтесь я без опыта без документов за первый месяц на маленьком траке заработал 7000 при этом я не работал много давайте перейдем к тому сколько я сколько я работал так вот 1628 чего 1600 16281 миля за 30 дней я бы проехал делим на 50 миль в час почему так смотрите когда я езжу средняя скорость учитывается плюс еще разгрузка загрузка в среднем я еду где-то 50 миль иногда 52 55 иногда до 60 но иногда бывает и 40 когда сильный ветер то есть в средняя цифра 50 примеру если я проехал в день 500 миль то есть в среднем я проработал 10 часов столько часов я проработал 325 часов в месяц за 30 дней имеется ввиду если взять сравнить с работой обычного там работника у которого там 9 дней 8 либо 9 дней выходных и он работает 21 день в месяц тогда я бы работал 15 с половиной часов каждый день и отдыхал 9 дней но если посчитать и без выходных я просто работаю 30 дней то есть я работаю почти 11 часов каждый день и из них 13 часов у меня просто на сон на личную жизнь я считаю это достаточно много даже я бы хотел больше есть на самом деле я бы и каждый день по 15 часов бы ездил честно говоря и зарабатывал сейчас кстати посмотрим сколько я бы смог заработать если бы ездил то сколько я могу и сколько я хочу и сколько реально ездить повторюсь брат у меня проехал запрос на деле 5400 миль так проезжаем сейчас проехал я по очереди на одну фуру так вот брат у меня проехал 5300 миль за одну неделю я буду считать что я хочу 5000 все-таки больше 5000 неделю это сложно я слышал даже что один человек проехал водитель на таком же траке 6000 миль это реально но одну две недели каждую неделю вы просто умрете спать все-таки надо вот 5000 миль я считал для себя можно работать дуб скажем даже по 15 часов в день примерно при этом вы будете высыпаться и зарабатывать смотрите сколько забыл кстати сказать самое главное сколько же мне с платят за милю мне платят 40 центов 0 4 почему 0 4 думал 0 4 доллара короче написать 40 центов мне платят за каждую милю не только за пустые загруженные как в каких-то компаниях некоторых платят а также и когда я на трекста переезжаю на самом деле ищите компании где платят за всеми смотрите почему была ситуация в сан-хосе меня не разузили у меня был лейовер сан-хосе все тракстапы переполнены это очень крауде сиди бери как сказать по-русски блин хобби людей очень много перенаселенность вот из этого я не мог нигде стать просто в сан-хосе я ехал 70 миль в пробке 70 миль по хавею в пробке ехал до ближайшего тракстапа и потом 70 миль обратно то есть 140 миль я просто проехал пустыми за которые бы другая компания бы могла не оплатить в этой компании слава богу все мили оплачиваются то есть я могу мили там 30 миль до масла поехать поменять там что-то еще лампочку не знаю находится вещи где ты просто не по грузу ездишь так вот 5000 миль есть я буду проезжать каждую неделю то я посчитал это будет где-то 21000 миль в за 30 дней то есть за 28 дней это будет 20000 21000 где-то за 30 дней если умножаем на 40 центов то это выходит восемь с половиной тысяч долларов почему я написал 9 а плюс алла его а пусть директы когда 5000 ты будешь делать и у тебя будет много директов то есть как минимум там 3 директа это будет это 300 долларов плюс плюс слоевар плюс какая-то ручная загрузка как раз примерно 9000 долларов вы получите вы можете получать если при условии если вас будет грузить диспетчер в реальности к сожалению пока я таких миль даже не делал это исключение хоть и брат проехал мне 5400 но у него одна неделя было 3000 миль 2 4000 и 3 где-то три с половиной то есть я бы хотел столько проезжать не просто диспетчер столько не дает я хотя бы хочу четыре с половиной тысячи проезжать в среднем буду общаться буду ругаться чтобы мне давали больше миль смотрите что еще самое интересное писали что там 10000 долларов нереально на такой работе заработать все реально ребята я вас даже не слушаю когда мне кто-то говорит что-то нереально но окей это ваш опинион один из семи миллиардов смотрите после того как вы проработаете полгода шесть месяцев вы можете попроситься на то чтобы вам пересмотрели вашу зарплату и я слышал что водителям делают 50 центов после того как они полгода хорошо покажут себя поработают понимаете что не каждому водителю до 50 центов тот водитель который будет стараться у которого хороший английский который будет реально работать и не заебывать то ему сделать 50 кому-то даже 55 центов кому-то 45 кому-то вообще кого-то увольняют кому-то 50 кому-то 55 средняя цифра через полгода 50 центов так вот если проезжать 5000 миль то что я хочу это что реально проезжать но нужно чтобы диспетчер возгрузил в месяц можно заработать 11000 долларов то есть это где-то 10700 будет просто по милям умножьте 21000 миль на 50 центов это будет где-то где-то больше короче 10000 это 10 с половиной тысяч долларов плюс 500 долларов это всякие лаевра директы вот такие суммы как бы может зарабатывать есть для вас это вы считаете до сих пор что это нереально я в принципе тоже думаю что таких сумм от 11 я не заработаю но в первый месяц вот в 7230 долларов я заработал это реальная сумма которую я получил на банковский счет вот такое было видео столько денег я заработал на обычной работе на самом деле часто скажу что работа это дно это самая начальная самая обычная такая работа и я уже сходу зарабатываю больше в полтора то и в два раза чем среднестатистический американец просто человек без документов вот что значит украинец понимаете украинцы русские у нас мышление такое что мы просто в америке становимся на три головы выше американцев и не удивительно почему русскоязычные становятся здесь бизнесменами директорами управляющими управляют американцами потому что американцы они они привыкли к хорошим условиям им и они не любят стремиться они не привыкли стремиться к лучшей жизни в дальнейшем можно конечно зарабатывать еще больше можно сдать cdl работать на фуре там уже заработки будет больше 10 тысяч долларов есть разные также условия кто-то платит 55 центов кто-то платит 70 есть компании платят 90 даже по доллару без опыта то есть кто-то может зарабатывать на драйване 4 тысячи долларов кто-то может 15 тысяч долларов наемным заплаты очень разные но они есть такие заплаты которые я вам называю поверьте мне я в этом бизнесе уже больше двух лет я знаю сколько зарабатывают водители знаю сколько зарабатывают карьеры бракера и костемера деньги здесь есть а если вам маленькие заработки даже там 10 15 тысяч долларов покупайте свой трак допустим свою фуру с ней можно заработать уже больше 20 тысяч долларов со своим бакс траком но не больше 15 это это нужно много работать со своим бакс траком если так обычно работать я думаю где-то 10 12 тысяч долларов это реальная сумма посмотрите другие каналы с аунерами все вам подтвердят что на бокс траке можно зарабатывать 12 13 тысяч даже больше чистыми ну до уплаты налогов налоги это такая личная тема кто-то платит 0 налогов кто-то платит 30 процентов налога то есть я планирую платить не больше 15 процентов почему как я планирую налоги можно списывать я могу есть я сильно захочу я просто инвестирую свой бизнес примеру куплю на всю мою зарплату новый трак и я не заплачу налога ничего примеру я хочу купить iphone последний 13 про макс iphone я использую сто процентов только для работы конечно же и полторы тысячи долларов которые стоят iphone я просто спешу стоить с этих денег я даже не заплачу нет ни цента налогов и я сделаю все легально потому что компании списывают налоги за скажем за бизнес экспенсис траты по бизнесу ходят водители здесь меня до сих пор не разрушает также если кому еще мало допустим цифра там в 20 тысяч долларов можно открыть ну уже компания скорее всего вас будет открыто если вы на своем траке работаете а можно идти дальше покупать траки садить туда американцев либо но людей с work authorization и зарабатывать еще больше быть оунером компании своей иметь свои травки там уже заработки не в ограниченном количестве сколько траков купите можете до 10 купить траков сто тысяч есть компании большие которые тысячи просто траков и там миллионные заработки в месяц зарабатывать можно сколько угодно каждый человек это может делать вы видите я простой парень без опыта я особо ну мне 24 года какой опыт вождения в украине у меня была своя машина но я на ней очень мало катался короче минимальный опыт с этим даже опытом можно здесь хорошо зарабатывать как видите сходу сразу просто из-за того что у меня есть такая информация люди не владеющие такой информации конечно будут жаловаться что в сша плохо с глинг картами они поначалу моют туалеты за 2-3 тысячи долларов и жалуются насколько плохо в америке насколько хорошо было в украине россия работать а директорами менеджерами на 10 тысяч гривен не знаю на 1000 долларов ладно не хочу вот много рассказывать все реально ребята я вас верю вас все получится есть у меня получилось поверьте у меня жизнь была не сладко в украине особенно в детстве родился я в многодетной семье если у меня получилось выбраться в сша и зарабатывать такие деньги сходу за первый месяц ребята у вас все получится я вас верю для вас это я вас снимаю видео для мотивации показываю на своем личном опыте как я этого добился спасибо за просмотр такое было видео может длинная немного получилось всего хорошего пока это